В английском языке есть слово НОРМ Да ладно, будешь спать в моей комнате, ничего страшного Спасибо, блин, Эльдарка нахер Переодевайся и мы сейчас посмотрим, насколько ты метнешь копье В смысле? Все, ладно Мы же просто это в рамках обзора, это шутка Я всегда шучу про это, у тебя не будет ничего Тебе, может, максимум ноги переломалось Слушай, а у тебя же начало всегда такие какие-то интересные Скажем так, с перчинкой Ты бы тоже мог попробовать Давай попробуем Ребята, всем привет Сегодня мы с вами находимся на молокоперерабатывающем заводе И со мной главный механик Федор Сергеевич Федор Сергеевич, приветствую всех еще раз Расскажите, пожалуйста, как работают машины по добыванию молока Я так понимаю, что корова становится на специальный постамент Я сразу прерву, нет Сначала мы используем постаматы для автомобиля Которые уже поставляют непосредственно до круговорота коров Круговорот коров, это очень интересное слово Федор Сергеевич, спасибо за интервью Да, я, наверное, пойду Наверное, ваш завод мы закроем Ребята, всем привет Меня зовут Эльдар Хабибуллин И вы на канале Приятный Шмекодак И сегодня у меня в гостях Евгений Макаров Макаров Евгений, да Это фейк Радика, если кто не знал Так вот Радик, тебя упомянули Привет, бро Привет, бро А у нас пистолетная история некоторая Спасибо, что прервал Так вот, смотрим третью серию Эми и Тэми Наконец-то серия, которую мы не видели Это уже что-то интересное До этого тоже было что-то интересное Да нет, все было интересно, просто сейчас будет прям совсем впервые Вот сейчас будет прям совсем интересно Поэтому я хочу вам сказать, что по ссылке в описании вы можете перейти на канал ТЛС Посмотреть все свежие серии, значит, Эми и Тэми Если вы вдруг смотрели первые два сезона Если вы смотрели, оставайтесь здесь Но все равно можете перейти на ТЛС И посмотреть, например, Виза Невесты Виза Жениха И другие Любые другие шоу И другие шоу Вот такая вот история Ну а мы продолжаем смотреть Если вы тот самый прекрасный человек, который всегда пишет О, минус ролик Обязательно напишите об этом в комментариях Они не смотрят видео просто с тобой, ты же на обложке Не, но они сначала заходят, потом пишут, типа О, минус ролик Не забывайте это написать, потому что чем больше комментариев, тем лучше Поехали Мы с Тэми приехали в Атланту на первый прием у доктора Проктора С тех пор, как мы решили сделать бариатрическую операцию, мы стали чаще ругаться Начали спорить, кому первый урежут желудок А, подожди, так мы же не смотрим далее в программе Я поэтому даже не слушал, что они сказали Не-не-не, так все уже, я перемотал на полтора минуты вперед А-а-а, я был не в ресурсе, давай дальше Ты носишь 6XL? А я 5 Да-да-да, типа я лучше Да У меня как раз уже был недавно вопрос, типа, сколько XL она носит, 6XL Вау Почему она молчит? Это семейная Передается по наследству Досадно, что мне приходится ехать в одной машине с Майклом и Эмми Я очень хочу уйти Но из-за огромного веса не могу выйти из машины Я хочу очень уйти из семьи, но из-за огромного веса я не могу уйти Не могу уйти от этой квартиры Боже мой Мне вот интересно, они ехали во второй серии просто с половины до конца Сейчас они тоже будут ехать все время? Восемь часов А-а-а Мы и будем... То есть, да-да-да, ты правильно понял, 40 минут серии, а таких сколько будет? Весь сезон будут ехать Я чуть не упала, едва удержалась Когда Тэми закатывает истерику, мы не разговариваем о наших чувствах Мы просто живем дальше Вся ответственность за мир в семье лежит на мне Тэми нужен ремень Да Давай А почему он без одежды? Что это за фигня разделся? Он такой, смотри, девчонки Как выглядит настоящий... У меня жира меньше Вау В полотенце Завтра мы возвращаемся домой и уже готовы вести... Слушай, а что они там, смотри, все ходят голые Тэми, что Тэми не разделась, я не понимаю? Я думаю, что это слишком долго Я не могу подолгу стоять, поэтому доктор Проктор посоветовал мне ходить в бассейн Мне не терпится поплавать Похоже такой, знаешь, на земной шар, хотел сказать Нет, нет, голова кита Просто голова кита Либо на половинку полового члена Смотри, если просто с другой стороны при фотошопе, то получится писюнчик Все верно А это уже все у нас тоже, да, семейное? Последний раз я была в бассейне лет десять назад Вы умеете плавать? Эми, ты хорошо плаваешь? Я отлично тону У нас кошка просто... У нас У нас, да У нас кошечка с Эльдаром Смотри Мы пошли в бассейн при отеле Но там были ступеньки Все Можно дальше не идти Я с этим не справлюсь, к сожалению Причем, смотри Если они приходят в какую-то кафешку и там ступеньки Она не говорит о том, что ей что-то мешает В бассейне ступеньки Это преграда В кафешках обычно, знаешь, две и одна ступенька А здесь их четыре Да, 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 четыре ступеньки, бля Не, я точно не смогу Майкл, отвези меня вон туда Я переношу вес на колени и теряю равновесие Я не смогу спуститься Я думал, Майкл, знаешь, ее сейчас просто как цемент выгрузит Такое Вот так вот скинет Да, да, да Просто в бассейн пластом, бля Слушай, ну она же не сможет даже всплыть, да, наверное В смысле? Или наоборот ее прям вот так подкинет, бля Она же из камней состоит, понимаешь Ну, блин, я имею в виду, типа Ты физику учил вообще в школе? Смотри, если она будет на животе в воде Думаешь, она легко перевернется? Конечно, это же вода Что-то мне кажется, с теми это не работает Ты хоть раз набирал до 280? Я набрал до 230, это знают мои подписчики Было тяжело Мы пойдем купаться Ты мне мешаешь спать всю ночь Смотри, какая она хорошая Да, посмотри, какая она хорошая Когда лампа Вчера я ложусь спать Проходит просто минут пять Я в дурмане Слышу вот такой звук Тихо, ну не пугай ее Ага, не пугай ее Меня надо тоже не пугать Элинар заходит У нас просто перевернутая лампа в зале Да, она скинула лампу Тобой точно все хорошо? Да Ладно А еще, короче Я, значит, спал без одеяла Все это время Накрывался пледом и простынью И только застелил одеяло Я сразу пошла ссать на него Поэтому я принял решение Точнее, понял Что кошке просто хочется Нассать на что-то мягкое А когда две недели На плед она не ссала Застелил только одеяло Сразу пошла ссать на одеяло Вся актуальная информация Находится в аккаунте Миссис Пимпо в инстаграме Переходите Все верно Шлюха чесночная Эми и Майкл Занялись своими делами А я снова просто Сижу Такой кадр Смешной Потому что, знаешь, она сидит И просто не может Зайти в бассейн В соми доехать Да, она, знаешь, типа На заднем плане Типа, блин Что я могу делать? Типа, ей грустно Я сейчас тут рожу Месяц, если хочешь Нажимай паузу Тоже комментирую что-то Смотрите, как я умею Что скажешь? Ты похожа на кита Зови меня русалкой, детка Ты что-то это спрашиваешь за кадром Заня задал вопрос Во время пенетрации Двух молодых людей Майкла и Эми Эми Дотягивается ли его Грубо говоря Половой орган До Полового органа Эми Я думаю, что в определенной позе Нет Я думаю, даже вот в той позе В которой точно да Нет А прикинь, у него там Пеструнчик, типа 140 сантиметров Ладно, ну ладно Переборщу Блин, они веселятся в бассейнчиксе Именно, знаешь, она прям сидит За стеклом Да, да, да Типа, ее не посмотри Она плачет, бедняжка Она похожа, знаешь Знаешь, на кого? Ты помнишь, как выглядит Миссис Паф из Спанч Боба? Я знаю, как Миссис Пимпл выглядит А Миссис Паф? Нет А я не хочу, спасибо Нет, я тебе введу Какое-то сходство есть, согласен? Ну да, типа Просто переход лица в тело Да Вот такой вот переход Чаще ходить и быть более активной Конечно, меня ждут преграды на моем пути Но в конечном итоге Я верну себе свою жизнь Все хорошо? Да Меня бесит Что я не могу спуститься Я бы хотела поплавать с тобой Мне больно от того, что я не могу ее утешить Тэмми считает, что я ее не понимаю Но это не так Я знаю, каково это постоянно Упускать веселье из-за веса Это полный кошмар До бассейна всего пара ступенек Она посмотрела на них и сказала, что не сможет Но даже не попыталась спустить Да, вот ты пошутил про четыре ступеньки А ведь это правда Типа на две ступеньки больше, чем в заведении, где они жрут двойные бургеры с халапенья Да, да, да Типа для нее преграда – это четыре ступень Не, вот Эмми по факту говорит, что Тэви даже не пыталась Да, да, да Она типа такая Ой, не, все, я не пойду Типа слишком много Когда я плавала, спина стала болеть меньше А к концу водных процедур и вовсе перестала ныть Удивительно Плавание – отличная физическая нагрузка Надеюсь, что дома мы найдем бассейн, в котором Тэми сможет к нам присоединиться Это поможет похудеть нам обеим Я предлагаю вам просто на деньги способия, да Типа не покупать четырехметровую колбасу, купить дом с бассейном просто И все О, нормальный вариант Нормальная тема Да или просто купить бассейн Типа две тысячи долларов, если ты говоришь каждый Можно купить очень крутой басикс на территорию поставить Басикс Ребят, простите, пожалуйста, что мы сейчас смотрим это видео без камина Я понимаю, насколько вам непривычно А вот и каминен А вот это уже история немного из другого разряда Кстати, если хотите, можем не камин, можно какой-нибудь другой Напишите прямо сейчас в комментариях, что хотите, мы прямо сейчас поставим Да, вот Акулу хотел кто-то? Пожалуйста А может быть Подождите А, вам нравятся медузы? Медузы Подождите А, над Западной Африкой в сторону Сахары хотите? Пожалуйста Полетели? Подождите, а вы хотели на пути к Таверскому мосту над рекой Темзой Лондон? Так, вот же Пожалуйста, ребята Полетели, боже, хотели, получайте, ну что же Не, ладно, давайте другое что-то О, а вот это я хочу реально Над верхним Иссайдом и центральным парком в Нью-Йорке Бля, прикинь мы вообще с тобой на пробежке в центральном парке Ты можешь себе представить Вот мы сейчас вдвоем сидим в хате на Манхэттене 85 квадратных метров Ну, большая, хорошая квартира Давай 150 Не, это уже переборно И мы сидим вот, везде панорамные окна И мы с таким видом сзади, то есть не на телевизоре, а сзади Записываем реакт на Эмми и Тэби А потом мы сидим такие, а бог с ним Давай съездим с ними, познакомимся, приезжаем, ознакомимся, все За что тебе уважаю? За идейность За планирование мыслей За планирование визуализации За планирование визуализации Просто набор слов Ю Круто Я расстроилась, что не смогла спуститься в бассейн Но я не собираюсь впадать в отчаяние и продолжу двигаться вперед Она двигается вперед прямо сейчас На юбных движениях Я и хочу сказать, давно тебя не было в уличных гонках Надеюсь, что через полгода я смогу плавать А если нет? Тогда поем Тогда я не буду плавать Просто похаваю Этому не бывать Я все смогу Вот это правильно Это уже интересно реально Эмми, иди, он мне поможет Поездка в Атланту прошла отлично Знаешь, в Америке в любом городе есть какие-то огромные небоскребы А у нас только в Москве единственный Москва-Сити Четыре штучки стоят Атланты там стоят, небоскребы красивые Не то, что у нас Москва-Сити не достроены уже восемь лет И не смущает, что они восемь лет строятся? Меня очень смущает Не смущайся Вообще, при Собянине Москва отлично стала выглядеть Но нам пора возвращаться домой Милый, ты взял чемоданы? Как я их возьму, если везу ее? Ладно И почему сегодня все на меня орут? Ты ничего не видишь Ты тоже Что? Я жутко волнуюсь, потому что нам с Тэмми предстоит очень сложное испытание Возможно, самое сложное в жизни Я чувствую ответственность за сестру Я намерена похудеть И я должна помочь ей сбросить вес Я вынесу твой чемодан Доктор Проктер, поста Кстати, у нее платят тай-дай, как тебе? Мне нравятся комментарии Майкла Я вынесу твой чемодан Нет, она смогла бы справиться сама Такой, типа Тит на коляске Констатация факта Он такой Ты валишься Знаешь, такой Типа, о, у тебя есть лишний вес А что у нее в руке сейчас? Она катается с ходунками Ну, естественно Передо мной цель похудеть на 27 килограммов Я смотрю с тобой уже третью серию И это тоже констатация факта И я хотел бы заметить Что мне кажется Будто бы Тэмми Стала полнее Еще сильнее У меня уже Я кажется То есть, типа Я прям реально смотрю И думаю, бля, она стала больше Я не утрирую каждый раз Когда мы говорим То, что, типа Мы в шоке Когда просто ее Да, я типа Реально Знаешь, типа Кадр на Майкла На Эмми Я такой Бля, здорово Потом Тэмми Такой Бля, бля Я говорю Я уже сто раз говорил Скажу последний, может быть Или, да Всегда Нет, ты еще Поногласишь Хорошо, я много раз еще скажу Супер Тэмми и что-то не смешная обстановка Или даже всегда делают так Ну, они видят, я думаю Они Они Эти Люди Это лучшие подписчики На планете Земля Согласен Ребята, вы даже не представляете Как я вас люблю Приятного аппетита вам всем Дорогие Да, я уверен, что вы едите Под этот ролик Набирайте, кстати Кстати, я рекомендую вам Ходить в тренажерный зал И во время пробежки Включать это видео Будет много мотивации Будет много мотивации Молодели, очки уже сиреневые Ты хотел их так надеть Ну, покажи, как выглядишь Да, они потом начнут опять Вот это Ребята Хотите, я начну продавать такие очки? Если да, то напишите в комментариях об этом Я да А я Игорь Меняли наш рацион Сразу после приема у диетолога Но я боюсь, что, приехав домой Мы вернемся к старым привычкам Ну что, готовы ехать домой? Ребята, подождите секунду Я хочу в сториз просто снять Типа, как мы с Женей смотрим Для того, чтобы подписчики То есть вы уже как бы готовились К тому, что вы будете смотреть вот это То, что вы в прошлом А серий будет много А серий будет много А вы еще не знаете, что будем смотреть А я хочу сейчас как бы заявить Вот такая интересная история Это третья серия Мы все смотрим в один день Доктор Проктор классный Да, согласна А тебе будет сложно отказаться от газировки? Я не думаю, что будет слишком сложно А мне кажется, ты слишком к ней привыкла Что хочешь на обед? Ты что, серьезно? Облако похоже на куриную ножку Ты голодна? Я устала Где-то на горизонте вампиры Блэйд надел очки Я не понимаю, зачем А у меня знаешь, какая ассоциация Сразу после того комментария Типа, где-то на горизонте вампиры И типа там, знаешь Прям целая коалиция Просто знаешь, типа там Жилище вампиров Четыре тысячи вампиров Такое Едут Эми от Эми Нам хватит на год Да-да-да Типа у них же сейчас уже облачка Это курица Да-да-да Это уже жестко что-то вообще Я не думаю, что это было по сценарию Знаешь, типа, ну типа Убить Тэми, нет? Вряд ли Можно же убить всем, чем Ну реально, конечно Я чел на самом деле, Майкл Видно, что человеку вообще плевать Типа Он просто едет Да, типа, я еду и типа Поиграю в шашки на джепах Резкая остановка Да-да-да Ужас В прошлой серии мы смотрели Он этот, говорит В нас чуть не въехали Ты помнишь, он тоже свернул Ну там как-то аккуратно Ну как-то аккуратно тоже Сейчас здесь, наверное, он думал, что было бы Но нет Я ее вещами завалила Ладно Все нормально, да Можно смотреть и улыбаться Все хорошо Да, немного больно, но я в норме Майкл водит хуже всех в мире Он пытался меня убить Вовсе нет Ты сразу выставила руки перед собой У тебя отличная реакция Сразу сгруппировалась Да я просто кошка Вместо того, чтобы закрыть лицо Она прикрыла сиськи У тебя сиськи, как подушки безопасности Так что лучше прикрывай лицо Реально круто А я вас ненавижу И это не шутки А я абсолютно серьезно Стоит мне выйти из дома Как вы пытаетесь меня убить В итоге никто не пострадал Кстати, вот хочу сказать Что Эми, она достаточно симпатичная На самом деле Мне кажется, если бы она похудела Ну на свои, там, стоить до 20 килограмм Звучит, типа, она бы, блин Очень красивой девчонкой была бы У нее прям очень, ну, типа Тонкий нос Губы качественные Все нормально у нее Типа, единственная проблема Единственная, да Четыре дона жира Блин, мне нравится то, что ты такой Знаешь, ей бы сбросить Ну килограммов сто два Знаешь, обычно Вот этой девушке Был минус пятнадцать Да не, я всегда, ну, типа Могу, вот, глядя на человека В даже, скажем так Его не лучшей форме Сказать Мне тяжело, если честно Я не привык пока что Ты не против? Что тебе тяжело? Ну как-то вот Мир какой-то слишком яркий А мне нравится вообще кайф Ты привык, мы с тобой Ты всегда в них ходишь Мы с тобой разные Да Не надо нас под одну грязь Не с одного поля ягоды Стой, подожди Я что хотел сказать по поводу Темми Мне кажется, в ней нереально разглядеть Надели вот эти Ой, блин Надели вот эти Это вообще Здесь просто реально кровь Это красная Ой, ой, красота Короче В ней нереально, наверное, разглядеть Какая она То есть ты не сможешь предположить Сколько ей нужно скинуть Какая, чтобы она тебе понравилась Ну, да С ней есть некоторые Проблемки, бля Как салат по стенкам миски Только без заправки Ты то, что ты ешь Темми, она постоянно Жалеет себя Жалеет и ноет бесконечно И бесконечно сравнивает себя И ругается Да, Эмми даже намного более Позитивная какая-то в этом плане То есть она реально Экстремально полная, да Но все равно она Подходит к своему сбросу веса Ответственно достаточно Я уже не отношу ее вес К экстремально полному Что-то ведь ты все же можешь Заткнись Сделаю, когда буду готова Я пытаюсь помочь Темми похудеть Но даже моему терпению Есть предел Периодически вот эта Переглядка лица таких Да, да Блин, знаешь Знаешь, что круто Что они точно не актрисы И это точно не постановка У них точно 450 кг на двоих И у них точно огромное Это очень круто Типа именно из-за того Что ты на 100% знаешь Что это никакая не постановка За этим очень интересно наблюдать Повзрослей уже Сама повзрослей Я взрослая Я оплачиваю счета Опа И это слышно? Все И сказать больше нечего Apple Watch Газировка в руке Apple Watch 2 Тебе не смущает ее газировка? Начала худеть Доктор Проктор Так, подожди Ей разрешили одну банку Может она ее растягивает На весь день Не, я думаю Что она растянула Уже 16 банок за день Мы дома Задница деревянная В Атланте здорово Но я рад, что мы дома По пути домой Мы не ели фастфуд Пока держимся отлично Мы должны Ребята, 200 тысяч лайков На этом видео И мы записываем трек Про доктора Проктора Можем показать наметки Раз, два, три Доктор Проктор Доктор Проктор Все Стоп Не надо А я хотел уже дальше Не надо, не надо Продолжаем Худеть к следующему приему У доктора Проктора И у нас всего один месяц За работу Каждый раз Каждый раз Когда они Два раза подряд Произносит Доктор Проктор На втором Я не сдерживаюсь Доктор Проктор Доктор Проктор Доктор Проктор Ну вот Интересно Для них это тоже смешно Типа Доктор Проктор Я думаю Нет Я думаю Ну Доктор Проктор Норм А я Норм Норм Кстати В английском языке Есть слово Норм Нам придется постараться О, спасибо, что вы показали Это тем, если что Смотрим дальше Я все равно их путаю Поэтому Нужно выбросить все наши продукты Ты что Хотите посмотреть, как я вижу мир через эти очки Смотрите Жесть Вообще Очень все красное Блин, нет Это очень прикольно Не, не Мне даже Мне тяжело, чтобы вы понимали Вот в таких Хотя здесь Типа Супер Да не, это же вообще lights режим Ну, не знаю Красное тоже прикольно Мне нравится Да ты носишь очки часто Я очки надеваю Я только с тобой Варишь Выбрасываю еду Куда? В рот себе? Диетолог посоветовала нам избавиться От всей вредной еды Поэтому мы оставили только пироги И макароний чиз Печенье И перестать пить газировку Перестать пить газировку И показывать мешок Банок 20 дней Без этого Здоровый образ жизни Невозможен Это такая Безхаронная Что насчет соуса? Он сладкий 13 граммов сахара Именно Но если добавить его В бургер с индейкой То это даже улучшит кровообращение Это уже Совершенно другая ситуация История с немного другого разряда Он все равно будет сладким Ну ладно О, нифига, какая она молодец Он все равно будет сладким Смотри, кто на заднем плане Под синей люстрой сидит Просто Это смотрящий Майкл Еда успокаивает Она наш друг Поэтому диета для нас Как потеря Лучшего друга А я тебе не лучший друг? Уже нет Овсяные лепешки Ну стоп, это же овсянка Овсянка полезна для здоровья Можно и по 6 овсяных лепешек в час 100 граммов сахара в одной овсяной лепешке Ну это же овсянка Они сладкие Да Нас прятала Теми, я видела, как ты припрятала капкейк Кетчуп Арахисовая паста Яблочный соус Сливочное масло Почти ничего не осталось А что насчет большого паста? Бля, я не могу Я никогда в жизни не видел таких колбас Так это не колбаса, это фарш Ты вообще понимаешь? Это фарш Это сколько кг, бля? Она прямо удержит вот так, как ребенка Ну смотри, вот эта часть, я думаю, это килограмм Я думаю, килограмм пять где-то, это колбаса Папочки Придется выбросить Это ведь не индейка Как жаль Пока, большая папочка Вопрос Вопрос типа А теми в драке потеряла зуб А то, кстати, я тоже не понимаю, почему у нее нет зубопереднего Или это из-за сахарного диабета у нее там Типа, да, зубы? Да Буду знать Пока не слышал о таких случаях Бедный холодильник совсем опустел А что насчет газировки? А это не моя это майкла будет трудно не ухватить баночку именно мы не пьем и не едим ничего вредного да ладно я до сих пор пью оставлю их для него не надо майклу надо тоже с ними вообще входить на самом деле типа он все равно имеет лишний вес и немало на самом деле килограмм 30-40 точно имеет ну может кайфово надо поддерживать сестер поддерживать сестер вместе с женьком придется пить больше воды пусть дома и так по волшебному дуновению обмен заставки мир какой-то нет говно давайте дальше смотреть опа вот красиво смотрится поехали воду а газировку отнесет на работу не хочет выбрасывать газировку майкла и это меня без знаешь что мне нравится газировку отнесет на работу в том плане что типа жалко просто так выбрасывать а другую еду на работу отнести нельзя мы оставим эту газировку для майкла я уверен что для майкла отнесет ее на работу надо какое-то я живу с ними газировка будет меня искушать я знаю что она типа майкл у них хороший дом типа хорошая машина есть продукты просто майкл создатель фейсбука мы об этом не знаем ходят обычный футболка челка для майкла это всего лишь прикрытие эми тоже будет ее пить надо составить список покупок уже тебе только что сказал что майкл это майкл фэлпс а что такое фэлпс фэлпс это приложение анны давыдовны анны как ее наталья наталья давыдовна получается наталья давыдовна все везде свои эти она даже его имеет иметь а вы даже не знали об этом всегда свои ручонки в перчатках прада куда-то запустила спасибо твоим подписчикам что они сделали тайм-код по цене и одежда дали лучше если вы наверняка знаете кто мы такие все равно по любому на рассмотрела конечно и кидали собрана вот пожалуйста я знаю что ваш муж миллиардер не убивайте меня мы же просто это в рамках обзора это шутка я всегда шучу про так те не будет ничего тем может максим многие переломают ноги нормально живет я заранее прошу прощения мне убивать спасибо для здорового питания мы знаем что нам нужен салат да легкий соус ранч фарш из индейки я боюсь что постоянно буду голодать врать не стану я таджикистана ты будешь часто испытывать голод пока твой организм не привыкнет к новому рациону этого не избежать ты должна пообещать что не будешь нарушать диету у меня за спиной я не понимаю в чем проблему просто подсаживаешь их на амфетамин все они похожи сбросить нам там сколько угодно пока не умрешь типа будешь скидывать бесконечно просто откуда у тебя такая информация да я смотрю некоторые канапа у меня такой штучки нет у меня есть у меня пистолет лучше не это заглушка моя короче не на самом деле амфетаминовые значит ребята они могут долго достаточно прожить проблема в том что ей придется потом избавляться от амфетаминовой зависимости но вот я вот думаю насколько сложнее мне кажется проще избавиться от зависимыми на чем похудая но типа это не не опиоидные наркотики на шар топиоидных там вообще очень типа практически нереально избавиться от зависимости а вот мне кажется именно опиоидная зависимость можно приравнять зависимости от еды вот теме например точно для нее что да 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 поэтому я бы на самом деле на месте доктора проктора просто прописал некоторые дороги один такой проктор такой нужно у него шесть дорог это шутка ребята на самом деле естественно мы против наркотиков любых вообще я даже против никотина я тоже а ты не будешь постоянно просить меня купить торт и мороженое вот зачем ругаться я считаю что мы можем придерживаться здорового питания но если эми и майкл будут нарушать диету и эми начнет есть запрещенные продукты я тоже могу сорваться ведь мы живем вместе ладно вот это выбрасываем я так себе спину сорву у меня грыжа будет господи попробуй еще раз я сильнее среднестатистической толстушки маякл что помоги мне ну ты геракл 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 есть хочу мы выбросили все продукты и теперь все зависит от меня ведь за покупками хожу я тэми не выходит из дома я боюсь что мне интересно вот какие они сейчас продукты реально купят типа они пошли за покупками сейчас нам покажутся не вот ну типа они будут смотреть типа о низкокалорийный майонез а да скорее всего будут обманывать себя точно сорваться скорее всего так и будет это нам нельзя это нам нельзя сюда даже смотреть не буду сладости зовут меня по имени эми 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 съешь на мне кажется по правильному по хорошему да если говорить вот так слушаю а в америке очень много эко-маркетов где просто не продается вредно из того что им ну типа психологически сложно у нас же там вот это вот часть мозга которая вот здесь находится она отвечает за вот эти все наши первобытные штуки из-за того что девчонки приучили себя к сладкому они вот эта штука прям требуют от нее этого и любой катализатор типа будет являться типа поводом сорваться понимаешь и для того чтобы этого не произошло им проще ходить в магазины где просто не продают вредную пищу с другой стороны там очень дорого прям очень дорого всегда в таких магазинах но с другой стороны они же в проекте телси и у них денег в принципе него с другой стороны проекте лси не заинтересовал чтобы не срывались поэтому короче да вообще короче по хорошему я говорю к тому что есть магазины где не продается вредная пища они могут ходить да и покупать типа только там вещи чтобы типа не смотреть на какие-то вредные штуки вот такая история скажу честно я никогда не покупала здоровые продукты но на этот раз я куплю помидоры лук авокадо огурцы и салат возьму целый качан салата я где-то читал что чуваки в южной америки которые там выращивали раньше мак для производства так вот я где-то читал что ребята которые в южной америки выращивают маг для про ребята которые в южной америке выращивают маг для производства наркотического вещества под названием героин они начали бороться за земли где выращивают авокадо потому что его стали потреблять очень огромное количество мире и типа его намного выгоднее продавать по итогу чем кокаин чем героин чем героин ну типа не намного выгоднее но типа тоже выгодно в общем и легально и типа и легально да и они прям типа там валятся потому что авокадо супер популярна в мире вот этот факт полезнее всех моих фактов на канале прикольно я не знал реально по моему это капуста возможно а вот это салат во время диеты нужно пить белковые коктейли дважды в день раньше я никогда не заходила в отдел со здоровым питанием будет непросто найти смеси для коктейлей но они где-то точно есть нашла обычно я стыжусь своих покупок в магазине что я там набрала все верно да мы все верно обычно вы берете шесть килограмм мутеллы тогда нормально все знают вас лучше да этот раз я купила только полезные надеюсь все смотрели в мою тележку покажу как эми ходит один раз давай поехали женя я предлагаю тебе спереди сзади повесить по 40 килограмм и походи откажусь поехали эми им что иди сюда ты готова к чему записывать видео да по ходу телосе подарили ему да да все уже отклеили убрали убрали мы часто снимаем для блога как пробуем разные продукты обычно это что-то вредное я взяла понос единорога с зеленым яблоком как вкусно здесь у меня мясо индейки сыр и конфетки мясо индейки сыр сверху просто конфеты прям там хотя я бы сейчас тоже такой съел о господи это божественно мы стараемся правильно питаться и сегодня будем делать белковые коктейли надеюсь это поможет немного разнообразить наши здоровья была бы у меня возможность я бы сказал девочки снимайте на заднюю камеру они на фронтальную она на порядок больше мегапикселей имеет у меня знаешь какая мысль закралась в голову если просто теме неделю неделю будет хавать овощи там курицу например поливать таким соевым соусом будет питаться типа правильно она за неделю теме сбросит килограмм 10 просто без без любых нагрузок и организм такой типа вау что-то не хватает пора идти вниз а если она месяц будет так питаться у нее будет минус килограмм 40 где-то чтоб ты понимал типа следующий месяц типа там 15-20 килограмм следующий 10 ну будет все сложнее сложнее но сам факт то есть типа просто ей легче будет из-за того что уйдет вся вот эта вот влага всем привет это эми сегодня мы пьем вот эти белковые коктейли врач сказал что интересно там есть сахар мне кажется я уверен что да они взяли какую-нибудь да типа из разряда значит карамельные напитки молока белковая там же молоко есть белок все не хороши для похудения в них много белка много белка и мало углеводов 1 на пробу персик со сливками на вкус как какашка как гнилой персик пробуем карамельный в чем челлендж заключает да 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 прям недовольны судя по лицу знаешь типа возможно не было сахара здесь вообще может быть и взяли нормальные ты чего такая грустная какая гадость давай пить на перегонки ты этот а я вот этот походу они зашли все-таки спортивный отдел и походу это реально без сахара что-то готова пора до дна ну юмор у них такой разрывной да я скажу шутки содержу ты как да я на самом деле радуюсь тому что они счастливы понимаешь и самоирония хорошая у каждого типа и они прикольные кстати вот самое верное что подметил им кайфово особенно теме и прям в кайф но они сейчас смеются типа кошмар ты пукнула вышла сразу с двух сторон я собралась выпить до дна она меня рассмешила присудим ей техническое поражение тэми ты дисквалифицирована вот черт давай вытру как ты бровь то испачкала мы должны выпивать по два мерзких коктейля в день они разбрызгивать мне кажется знаешь типа когда ты выпиваешь ведро коктейлей одни уже становятся не такими на уже привыкаешь поделивайся белок это боль я знаю и ладно коктейли маленький на самом деле слишком все норм я думаю вкусно пахнет она мари какая красивая маленькая да да пусть петельдер пусть петельдер я не знаю что то происходит у вас ночью решите сами не такой пиздец сегодня будет да ладно будешь спать в моей комнате ничего страшного добрались сегодня по пути на работу майкл отвез меня в спортзал это очень круто в такую рань еще смотри она прям такая готовая пришла в тупике да она вообще не смущается не парит рада что майкл это спокойно в таком виде отпустил в зал мала майкл н 6 едет по рулю такой я ревную да и типа и там уже все чуваки в зале помочь может те как ты приседаешь немного не правильно расскажу нас правильно вау прикольно мала не хочешь я тебя сфоткаю я немного боюсь потому что впервые в жизни пришла в спортзал что там буду делать здравствуйте привет ами я тайнер очень приятно я хотела взять с собой тэми но она сказала мне я не смогу а вот то чем мы говорили типа она вообще не готова ни к чему еще тэми не надо никакие зал и просто надо перестать жрать пока что ну может быть да да на я к тому что здесь ни каких ступенек нет можно было хотя бы знаешь походить на ходунках за сестрой просто должны multiplayer такие дорожек которые будут просто на ходунках походить за сестрой по залу этого уже было быSiра может типа походить ряд а она естественно будет ходить рядом с домом и его возили в bear это или на этой машине чтобы она просто походит начнем с небольшой разминки Садитесь на велотренажёр. Кардиотренировка и лёгкая нагрузка на ноги. Я помогу вам забраться. Я очень переживаю, потому что у меня болят ноги и спина. Но... Кстати, вот велосипед для таких людей прям топ. Идеал. Пришло время попотеть. Вперёд! Крутить быстро? Да, крутите как можно быстрее. Попробуйте немного быстрее. Мы работаем с людьми разного возраста и разных уровней физической подготовки. Но я никогда не занималась с такими крупными клиентами, как Эми. Крутите немного быстрее. У тебя есть ещё один крупный клиент. Подожди, подожди немного. Килограммов 30. Какое 30? Ну, через килограммов 30 ей можно же в зал бытать или думаешь нет? Я говорю, подожди килограммов 30, чтобы она потом пришла. Не, я думаю... Ну ладно, килограммов 70. Не, килограмм 100. Ладно. Хороший ты парень. Да, спасибо, блин, Эльдарка, нахер. Спасибо, блин. Я чувствую мышцы. Три, две, одна. Отлично. Хорошая разминка. Можно начинать тренировку. Я думала, это и есть тренировка. Мне нужно присесть. Садитесь вот сюда. Можно? Да. Если это 180, и реально надо, типа, худеть... Вот, чтобы нормально похудеть, надо года два. Ну да. Чтобы не резко ты имеешь... Ну да, надо... Нет, типа, резко, она на килограмм 100 сможет за год похудеть, я думаю. Но не резко, два, где-то так. Готовы? Дайте еще минутку. Ладно. Нет. Я, опять же, ничего плохого не хочу сказать, но фитнес-тренер выглядит как-то не по фитнесу объективно. Как-то там в Америке... Это будто бы меня устроили на, типа, фитнес-тренера, такой, типа... О, ребята, прикольные пузяны. Да, всем привет. Сегодня покажу вам, как сбросить веса. Да-да-да. Крепление веса для телевизоров, мониторов и ТВ. Чем ожидала. Да, у вас отлично получается. Все хорошо. Хорошо. Я не смогла поехать в спортзал. Зато я следую рекомендациям врача. Я отказалась от множества вредных продуктов. И пытаюсь как можно больше двигаться. Для меня уборка в доме все равно, что тренировка, ведь я действительно двигаюсь. Она молодец, видишь, помыла посуду. То есть она хотя бы что-то делает дома. Я просто думал, она будет лежать, типа, знаешь, все. Не, ну, круто, что она и сама ходит с помощью стула. То есть, по-моему, стул, который ездит. Да, ну так понятное дело. Знаешь, типа, у нее просто в жопе стул застрял. И она такая, а, ладно, у меня третья нога выросла. Эмми, ой, Эмми. У меня есть супер дебильная мысль. Я представила, как она села и, типа, стул застрял. Нет, ты представь, она садится на велосипед и седло уже не улазит оттуда никогда. Ты еще помнишь, какие сидушки в фитнес-клубах? Так понятно. Вот такие, типа. Да, да, да. Да, я сижу на стуле. Но я уже давно так много не двигалась. Это правда. Наталья Давыдовна, ну, да, ты молодец, конечно, но для тебя есть пара заданий. Ты когда-нибудь металло-копье? Переодевайся и мы сейчас посмотрим, насколько ты метнешь копье. Бля, я думаю, Наталья Давыдовна просто икает, нахуй, в каждом видосе. Теперь поднимайте по сторонам. Хорошо получается. Я так люблю их фитнес-клубы, знаешь, за то, что они не какие-то... За то, что там никого нет. Ну, они не из***тые, как вот в России, в Минске. А ты знаешь, просто здесь стоит какой-то барак. Обама? Я знал, я знал, я знал. Вот, какой-то барак и такая атмосфера какого-то, знаешь, такого ретро-фитнеса. Так, чувствуете мышцы? Что скажете? Да, мне очень тяжело. Еще два раза. Вот так. Мне кажется, когда с гантелями что-то делаешь, это уже прям сверх нагрузка. Да нет, блядь, батон колбасы поднимала изи, в смысле. Хотя ладно, согласен. Замечательно. Отлично у вас получается. Теперь на беговую дорожку. На какую из них? Они все одинаковые. Вот на эту. Я же не упаду. Нет, мы начнем с небольшой скорости. Вот так. Постарайтесь идти чуть-чуть быстрее. Ускоряйтесь. Такое ощущение, будто она в кроксах занимается. Я хотел сказать, какие-то кросса-тапки. Типа вроде кроссовки, но нет задников. Я боюсь ее сломать. Хорошая скорость. Но... Здесь скорость 0.6. Вот это скорость, реально. Это даже не единица. Но помедленнее. Так, нормально? Слишком быстро. Быстро? Ну ладно. А вот так? Нормально? Как ощущения? Астанаб? Я помню, знаешь, когда бежал на девятке, на девятой скорости, я думал, бля, я что-то медленно бегу. 0.6. Знаешь, типа, рядом со мной чуваки какие-то суперспортивные. Типа 12, 13. Такой... Да, да, да. Я на девятке как бомж. Тут такая 0.6. Слишком быстро. Эм. Да. Хорошо, как только я нажму, она остановится. Как ваши руки? Они как желе. Отлично. Дорога. Как ваши руки? Они как желе. Как желе. Отлично. Так и должно быть. Да, да. Это итог тренировки любой. Продолжает ехать. Эми отлично справилась. Хотя она никогда не была в спортзале. Это хорошо. Она настроилась и выдержала тренировку. Мы еще увидимся? Думаю, я к вам вернусь. Я рад. Виден ли второй подбородок у тренера, спросишь меня? Скажу да. А реально был? Был. Ты сходила на тренировку. Не, ну типа, вон он. Это вообще такой кринж. Короче, любой человек может быть тренером. И у меня в голове такая вот история, что тренер должен выглядеть просто с иголочки, как тренер, а не со вторым подбородком, как у меня. Ну это же бред какой-то. Мне понравилось. Не знаю, чем там дома Тэми занимается, но она точно не вспотела, как я. Типа, а можно слушать человека, у которого нет бизнеса, как построить бизнес? Ну, грубо говоря, типа, например, тренера в возрасте, естественно, будут иметь лишний вес, там, и они меньше занимаются, но у них огромный жизненный опыт, да, допустим, человеку там 50 лет, вот. Вот, и он понимает, что нужно сделать для того, чтобы добиться результатов. Наверное, таких людей можно слушать, но когда, типа, тренеру, там, блядь, 25 лет, или, там, 30, блядь, как мне, он такой выглядит, как полусвинья, то, ну, типа, я хозе. Нет, нормальный аргумент, я поняла, реально. Я обкакалась. Я очень хотела, чтобы Тэми пошла со мной. Мы начали этот путь вместе и должны закончить его тоже вместе. Меня дверь не выпускает. Нажмите на кнопку. Мы с Эми часто снимаем видео для соцсетей. Всем привет, это Эми. За три серии я так и не понял, что у них есть Ютуб-канал и что они любят соцсетей. Бесконечно, да, напоминает про то, что мы часто снимаем видео на Ютуб. И это пора записать видеодневник. Съемка видео напоминает записи в дневнике. Сейчас мы привыкаем к диете, поэтому решили поделиться этим со зрителями. Я перестала есть бургеры. Точнее, не так. Я перестала есть булочки для бургеров. Котлеты я ем. Все получается. В магазине я стараюсь покупать брокколи, брюссельскую капусту и другие замороженные овощи, которые можно... Девчонки, день четвертый. Жалко, что не первый еще показали. Типа, день первый? Мы... Четвертый уже как-то успокаивает. Уж хотя бы четыре дня продержались. Типа, день второй. Если сравнивать меня и Тэми, я питаюсь правильнее. Но это тяжело. Я до сих пор пытаюсь понять, что... Мне нравится, что когда она передвигает глаза... Один всегда стоит. Один всегда... Не, не стоит. Они передвигают типа вот... Она должна спать прямо, но один вот тут. Да-да-да. Сбалансированное питание. Вот это мой завтрак. Яичница и пшеничная лепёшка. А ещё фрукты на десерт. Я ем мало овощей, но... Эмми постоянно хочет меня именно кормить. Я стараюсь питаться правильно, а Эмми хочет уплетать ребрышки барбекю, палочки из моцареллы и пиццу. Я сорвалась на два дня. Что она сорвалась? Да, она сорвалась на два дня. Мне очень хотелось крылышек. Очень легко вернуться к... Наверное, можно сорваться, реально, съев 10 крыльев. Не как они обычно едят по 7 ведер. Но что значит, что в Apple не сорвалась? Она же не может сорваться на 4-й день диеты. Это же бред. Она может сделать себе читмил какой-то. Хотя бы через месяц. Хотя бы. В ее случае. В ее случае можно хотя бы через год делать. В ее случае через жизнь. Типа. Ну, понимаешь. Если уж смотреть правде в глаза, понятное дело, что она все равно срываться будет. То есть, ну... Мне интересно, типа, как она сорвалась. Типа, съела 10 крыльев или съела 50 крыльев? Да, посмотри на нее. Она съела 10 крыльев всего лишь. Всего лишь. Все бывает. Да, да, да. Старым привычкам. Это так успока... Человек похож на каплю, блядь, какую-то. Ты хочешь, чтобы она сорвалась на... Да даже 10 крыльев это много. Похоже на каплю. Меня подстегивает желание завести ребенка. Я ем меньше, а также стараюсь есть медленно. Я очень собой горжусь. Я немного в себе разочарована. Вчера я съела немного мороженого. Я скажу так. У Тэми... Ладно, не хочу спойлерить. Я знаю, что это плохо. Я стараюсь. Я правда стараюсь. Вот так. Это все, что я хотела сказать. Красота. Что хочешь на ужин? Еду. Я до сих пор уже задаю все, что я хотела сказать. Каким соусом? Да не хочу я твоих соусов. Не хочешь? Смотри, о чем речь. Я хотела приготовить шпинатный. Нет уж, только сырный. Кесо. Ла кукарача, ла кукарача. Нет. Мы вернулись из Атланты уже неделю назад. И я отлично справляюсь. Но Тэми не может свободно передвигаться, поэтому... Я хочу ей помочь. Начал ты игру. Скачиваю. А что за игра? Танцевальная. Раз уж Тэми не может ходить в спортзал, я попросила Майкла скачать нам танцевальную видео. Поэтому сейчас под бомб-фанк-эмси Тэми будет ебать брейкданс. Нижний. Представляешь, как она просто каталась бы по этому, по земле? Не представляю. Я тоже. Нам будет полезно немного размяться. Давай, Тэм-Тэм. Кто? Не знаю, кого ты зовешь. Заткнись и тряси булками. Просто действуй. Давай. Брошу в тебя крензель. Как врежу тебе по заднице. Будет больно. Я не могу. Удивительно. Я веселюсь и танцую, но Тэми почти сразу села. Я стараюсь помочь ей, но не могу же я сделать всю работу за нее. А крутиться надо? Я не такая проворная. Тэм-Тэм очень слабая. Ты правильно сказал, полгода назад, типа, любое движение для нее суперполезно. Она даже этого не может сделать. То есть хотя бы, блин, лежала бы, делала бы вот так вот. Да, Майкл, кстати, отлично выглядит. Да, Майкл Филлоп всегда на заряде. Видя, как танцует Тэмми, я слетаю с катушек. Я тоже слетаю с катушек. Честно говоря, как и ее некоторые суставы. Давай, детка! Я устала. Тэмми сдалась слишком быстро. Но в целом я не удивлена. Было сложнее, чем я ожидала. Я вымоталась. Я хочу подтолкнуть Тэмми к действию, но если буду что-то говорить, она точно на меня рассердится и начнет скандалить. Надо что-то делать. Согласна. Дело в том, что доктор Проктор попросил Тэмми похудеть на 27 килограммов. И если она будет сидеть сложа руки, операцию ей не одобрят. Танцевать я больше точно не буду. У меня полно дел. Завязывай давай. Ну и ну. Только не падай на меня. Я постараюсь. Мы с Эмми решили позвонить нашему диетологу по видеосвязи, чтобы просто побеседовать. Вау, вы вмещаетесь в экран айфана? Привет, нас слышно? Да, я хорошо вас слышу. А вы меня? Да. Какого чёрта? Вы готовы к повторному приёму? Да. Да, мэм. Хорошо. Эмми, а что это у вас там? Газировка. Так это... А-а-а, девина, она пьёт газировку, сидит. Причём они звонят диетологу. Не палятся. Зато они честные. Да. И сколько банок в день вы сейчас выпиваете? Примерно две или три. Ну, это уже меньше, чем раньше. Это не пятнадцать. Забавно, что им сказали одну. Но мне кажется, они всё равно умалчивают, и где-то шесть-семь залетают в одну. Я типа, если это реально две-три, то норм. Я не думаю, что это две-три. Намного меньше. Так вы справляетесь с диетой? Вы чувствуете, что до сих пор хочется вредных продуктов? О, давайте я расскажу вам о своих желаниях. Боже. Почти всё время я мечтаю о креветках в шоколаде. Лучше вам обойтись обычными жареными креветками. Ладно, спасибо. Вы едите жареную пищу? Говори правду. Не заставляй на тебя срываться. Я не ем жареное. Нет, но ты ешь сырные палочки. Опа-а-а-а-а. А сырные палочки-то? Знаешь, вот это типа... И то, атака... Да-да-да-да-да, типа... Мы не едим никакую вредную еду. Но стоп, ты же ешь. В смысле? Да, сырные палочки. У неё прям лицо, знаете, такое супер злое остается. Посмотри. Да, они жареные. Вы едите сырные палочки вместо картошки фри? Думаете, это подходящая замена? Возможно, да. Там же панировка такая жарнющая. Там вот такая панировка и сыр. Типа, знаешь, иногда, когда хочется сорваться, и ты такой, типа, ладно, закажу себе KFC. Там же курица. Ты просто забываешь небольшой фактик про панировку. В KFC самая ебдая панировка. Она вот такого размера. Да, там, типа, просто, знаешь, вот столько мяса и вот столько. Да-да-да. А ещё она грибы жареные ест. Я сейчас сдам тебя с потрохами. Правильно, правильно, что сдаёт, мне кажется. Пусть говорит. Да, Эми, конечно, меня подставила. Но я ем только то, что приносит она. Мне нравится. Я так ощущаю, что он стоит. Просто представь, что у нас стоит, и это длина её много. Мне нравится, что этот пёс злой. Просто всё время такой. Я всё покупаю по твоему списку. Ладно. Мы с вами ещё созвонимся. Хорошо, тогда до связи. До свидания. Пока. Перестань передразнивать. А что, стул висел? Да? Это качелька. Абсолютно нормально. Для Тэйми. Мы вернулись из Атланты две недели назад. Стараемся придерживаться плана. Но поскольку я... Стараемся придерживаться плана, но я ем моцареллу, палочки. Жареные палочки. Пыхожу из дома. Быстро начинаю скучать. А когда мне скучно, я много... Я, знаешь, типа, смотрю обычно на её лицо, а вот сейчас просто посмотри в общем на этот план. Я говорю, да. Я, если что, обращаю на это всё время внимание. Мне становится не по себе. Это правильное питание. А Эми молодец. Она вообще, получается, не срывается, кроме газировки. Максимум газировки. И то без сахара, что важно. Ты всё съела? Это полезные чипсы, низкокалорийные. Низкокалорийные. О, полезные чипсы. Я люблю такое. На самом деле, даже вот хлебцы, которые продаются, как заменитель хлеба, там всё равно очень много углеводов. А вот эти вот Dr. Corners, знаешь, тоже, да? Да, они там всё равно много углеводов. Это всё равно углеводные ребята. Не, понятно, что... Углеводные ребята. Типа Dr. Corners и приходят, они такие, это углеводные ребята. Я сейчас урублюсь. Слушайте, это вы углеводные ребята. Слушайте, кто там за дверью? 16 Dr. Corners. Да, они такие. Какие? Можешь показать? Такие. Да-да-да, из пальчика. Короче... Но калории-то в них всё равно есть. Ты никогда не похудеешь, если будешь так много есть. Нам надо как-то отвлекаться, чтобы не перекусывать. Надо придумать как. Я пытаюсь выводить Тэмми из дома, чтобы она не думала о еде. Мы решили сходить на маникюр и педикюр. Кажется, мы не ходили в салон со старшей школы. Нет, я не смогу туда подняться. На одну ступеньку больше, чем... Проблема в том, что она не то что не сможет туда подняться, она не сможет сесть в кресло для педикюра, понимаешь? Да нет, она же сможет сесть в своё кресло. Типа подняться на ходунках, чтобы ей поднесли кресло. Так там места не будет, и чё? Эльдар, кстати, строил этот салон и знает, сколько там места. Увидев ступеньки, я сразу поняла, что не смогу по ним взобраться. Может, попробуешь? Я не могу. Ну ладно. Я считаю, что... Короче, все начинания Эми заканчиваются на слове «я не смогу». Да, да, она просто ничего не делает. На этом заканчиваем. Надо стараться. Сейчас она... Это три ступеньки. Не пытается приложить усилия, только болтает без умолку. Может, она во сне занимается? Мы можем сымпровизировать, у нас ведь есть вот это. Я не против. Ну что, пурпурный королевский цвет? Мы шутим и смеёмся. Это, блядь, ржёт всё время абсолютно. Причём, знаешь, такой... Она такая «ха-ха-ха-ха-ха-ха», но я не могу пройти одну ступеньку, всё. Но это было унизительно. Пусть ноги отмокнут пару минут. Вот так. Мастеру пришлось идти на ухищрение, чтобы сделать мне педикюр. Нам скоро сделают шунтирование желудка. Да. Возможно, она вскоре сможет подниматься. Мне нравится заинтересованность педикюрщицы. А, руки! Шунтирование! Супер! Так и планировала. Ну, это же здорово. Когда вы сбросите достаточно и сможете подняться, возвращайтесь. Сделаю вам педикюр абсолютно... Бесплатно! Ну да. В итоге, короче, это станет основной мотивацией девочек похудеть. Да, типа, такая... Бесплатный маникюр. Я спинула 190 просто, чтобы педикюр сделали. Да-да-да. Я не люблю лосьоны и кремы, поэтому у меня ноги, как у неандертальца. Не смотрите на мои пальцы. Еще хуже, чем я думала. Я же говорю, не люблю я кремы. Надень носки, тупица. Не люблю носки, потому что у моих ног запор. Ну, то есть, они запарились. Она сказала запор. Как ты чувствуешь, если даже не ходишь на них? С ума сойти. Да, она сбросит пару... Мне тоже надо на такое сходить. Там некоторая пятка. Такой контент из приятных немного. Программов после процедуры. Это правда. Ступни Эми были... Я надеюсь, люди, которые работают педикюрщиками, сами, я не знаю... Сами. Зарабатывают очень много. Это же, ну... Да, не, но они зарабатывают много. Я надеюсь. Не-не, точно много. Это информация проверенная. Маникюрщик зарабатывает очень много. Ты когда проверил эту информацию? Года полтора-два назад. Ой, ну супер. Очень много, имеется в виду, средняя статистическая зарплата. Ну, 4 миллиона евро в месяц. Ну, поменьше. 1070-80 рублей. 1070 евро. Нет, рублей. Не в лучшем состоянии. Они нуждались в любви и заботе. Да, да. Почему вы решили сделать бариатрическую операцию? Это вопрос из разряда типа, а что вы едите? Во-первых, ради здоровья. А во-вторых, я очень хочу ребенка, но лишний вес мешает мне забеременеть. Понятно. Мне надоело, что я постоянно остаюсь дома одна и сижу на диване. Это вообще не жизнь. Я хочу выходить на улицу и пробовать что-то новое. Если у Эйми все же родится ребенок, то я смогу помогать с его воспитанием. Хорошо, что вы занялись этим вместе. Сможете поддерживать друг друга и не будете одинокими. Дамы, все готово. Я не знаю, а зачем они маникюр делали себе? Я сейчас задумался. Эйми не выходит из дома вообще. Эйми, ну ладно, для любимого мужа. Да, запомни на всю жизнь. Вот сейчас один раз говорю и запоминаю всю жизнь. Девушки делают это не для кого-то, а для себя в первую очередь. Кто согласен, напишите плюс. Девушки, напишите плюс, пожалуйста, в комментариях, кто делает маникюр для меня. Да нет, такой ни одной не будет. Навались. Как я должна пройти, если ты стоишь в дверях? Эми! Ну зачем так делать? Специально, чтобы... У нее прям вот эта вот агрессия прям прет из нее. Просто типа Эми встала. Ну Эми! Я думаю, она просто, знаешь, типа, подсознательно завидует Эми из-за того, что она худеет. Со старта уже худеет, да. Она, типа, может больше, чем Эми, поэтому она посчитает, что Эми ей должна априори из-за того, что она не понимает, в каком состоянии находится. Сто процентов. Тебя унизить. Вот именно! Я тебя не понимаю. Иногда Эми на меня орет, и мне обидно. Ведь я просто хочу ей помочь. Неужели нельзя быть чуточку внимательнее? Трудно помогать, когда на тебя орут. Она должна благодарить меня за все. Когда же ты от меня уже съедешь? Черт! Типа, когда она от нее съедет? Ну, буквально через килограмм 200. Да, не меньше. Эми, можешь принести мне воды? Ничего, так она с газировкой 24 на 7 сидит, походу. Вот у меня вопрос. Что это? Это улыбающийся китенок. Такое ощущение, что она прогнула, типа, руку в другую сторону. А еще я хочу арахисовую пасту. Тэми меня расстраивает. До приема у доктора Проктора две недели. И она совсем не старается, в отличие от меня. А еще относится ко мне, как к собаке. Орет постоянно. Иногда я просто хочу ей помочь, а она начинает огрызаться. Временами ты меня просто бесишь. Стоит сесть, и тебе тут же что-то нужно. Ты можешь принести мне газировку или телефон? Хотя бы раз сделай для меня то же самое. Чего ты на меня взъелась? Просто говорю. Слушай, ну это логичная претензия, на самом деле. Конечно. Потому что Тэми вообще ей максимально пользуется. Она считает, что она супер беспомощная, такая инвалид. И вообще никаких действий не предпринимает для того, чтобы хоть как-то двигаться, понимаешь? 99% все делает Тэми. Вообще все. А в случае Тэми, это хоть какое-то движение, это уже, блядь, плюс, понимаешь? Хватит грубить. Хватит грубить, а сама в ответ то же самое делала. Мне интересно, вот сейчас они приедут на прием. Я верю в то, что Эми скинет нормально. А вот сколько скинет Тэми? Ноль. Стоит мне пройти рядом, ты что-то просишь. Как скажешь. Ты же вроде хотела отказаться от худунков. Заткнись. Откажусь, когда буду готова. Супер. Секунду назад. Чего ты грубишь? Да-да-да. Заткнись. Закрой свой поганый рот. Я не хочу устраивать скандал, но ты продолжаешь меня бесить. Это ты меня бесишь. Чем? Я пытаюсь сменить тему, а ты не останавливаешься. Эми хочет, чтобы я отказалась от худунков. У нее нет чувства сострадания. Я пытаюсь работать над собой, но она просто не верит в меня. А возможно, ей наплевать. Ты не думала, что пользуешься, типа, добротой Эми? И она реально помогает, старается. Она помогает вообще во всем. Да, да. А в ответ, типа, просто никакого уважения, никакого понимания, никакой помощи. Я напоминаю еще про то, что муж все время возит Эми. Я не хочу быть дренью, мне тоже тяжело. Да! Да, а тебе плевать, что остальным тоже тяжело. Ты печешься только о своем комфорте и постоянно орешь, закатываешь истерики. Ей пока что нужны ходунки, но иногда, мне кажется, она просто меня использует. Даже моему терпению есть предел. Я тебе не рабыня. Я не обязана тебе прислуживать. Я тебя не заставляю. Заставляешь, потому что ничего не делаешь сама. Просто заткнись. С меня хватит. Ты совсем не стараешься. Я не хочу с ней ругаться. Ну, Эми по факту говорит, она вообще не старается. Она просто лежит, ничего не делает, пьет музыку и просит, типа, помощи во всем абсолютно. Они для меня сначала были на равных, сейчас меня прям Эми подбешивать начинает уже. Ну, еще раз тебе говорю, ее можно, в принципе, понять. Ей действительно больно, неприятно, но, типа, в ее случае нужно, мне кажется, чем-то жертвовать. Если ей больно, типа, там, у нее сустав, да, ее там, хряща нету, допустим, она должна через боль и через не хочу что-то делать. И стараться. Даже лежа, ну, пускай, типа, она должна что-то делать. Она должна показывать, что, типа, она пытается измениться, а не втихаря жрать, там, палочки, крылышки и все вот это. Я к тому, что даже когда Тэми агрессирует на Эми, Эми при этом не отвечает никак. Да, кстати, она суперадекватная. Суперадекватная. Причем Тэми старше Эми. В итоге. Я все для нее делаю. Ну, возможно, это, типа, тоже, как ты знаешь, влияет. Потому что Эми такая думает, ну, вот она старшая сестра из разряда такого. Могла бы, по крайней мере, сказать спасибо. Или что-то в этом духе. Я устала от твоих упреков. Мне тяжелее подниматься и делать все самой. Ты это знаешь. Да, но мне тоже непросто. Блин, она прям психоты видела, она прям закричала. Мяу! Как правильно? Мяу? Мяу! Мяу. Мяу. Это тебе трудно, но мне тоже тяжело. Иногда она не верит, что мне бывает больно. Ей кажется, что она знает лучше. Да, ты полнее меня. Но мне точно так же бывает больно, как и тебе. Тебе не приходится так страдать! Ты когда-то... Блядь, что значит не приходится так страдать? Она весит 180, у нее куча проблем точно так же. У нее апноэ, она спи... Ой... У нее все то же самое, только она ходить может, все. Весила столько же, как я. У тебя тоже болела спина. Я весила столько же, когда мне было 12! Но даже тогда у тебя болела спина. Бать, прикинь, 12 лет. 180. Но у нее явно проблемы совсем. Просто заткнись и забудь. С тех пор, как Эми вышла замуж, она ведет себя, как... Последняя стерва. Эми заблуждается. Она слишком требовательна к своей сестре и просит какого-то сострадания, которого и так, ну, типа, должно быть достаточно. Уже тупые аргументы. Да, типа, она оправдывает свою лень и свою беспомощность просто тем, что ей, мол, никто не помогает и относится не так, как должны. В итоге на нее столько тратится времени, блядь. А вот этого должны, его просто не существует. Потому что как бы к Эми не относились, она все равно будет считать, что это не то, ну, типа, не должное к ней отношение, короче говоря. Она заботится о Майкле. И у нее стало больше обязанностей. Но я-то тут при чем? Типа, это вечно обиженный человек, который считает, что, типа, все ему должны быть. Да, 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 да. Иногда я чувствую себя жертвой. Я бы хотела жить от... Всегда. Ты чувствуешь себя жертвой по своей воле. То есть, типа, ты сама разожралась до таких размеров в итоге. Потому что, ладно, одно дело, типа, когда это в детстве происходит, и ты не зарабатываешь себе на жизнь, ну, типа, в данном случае она зарабатывает себе на жизнь своим пособием, да, грубо говоря. И она просто не хочет брать ответственность за свой образ жизни. То есть, ну, типа, ей все устраивает. Хочу быть свободной. Надоело. Ты не понимаешь. Да, ты полная, да. У тебя тоже есть проблемы. Но не такие, как у меня. Я бы хотела вставать и чаще ходить. Вот попробуй побыть такой же толстой. Эми, ты не знаешь, каково это. Но ты только и делаешь, что давишь на меня. Это не помогает. А как она давит, я не знаю. Я не знаю, как она давит. Она, по-моему, такая лояльная сестра. Типа, давай попробуем, пойдем в зал. Все, ладно. Брось ходунки, сделай то, сделай это. Такие фразы. Блин, перевод очень крутой, кстати. Да, хорошо перевод. Прям вообще со злостью, нормально, с эмоциями, круто. Не помогают, а только угнетают. Еще больше. День за днем. Чего закатываешь глаза? Это не помогает. Кое-что ты можешь, но просто не хочешь. Ты не хочешь. Ты ведешь себя как ребенок. Хватит! Круто, что подраться они не смогут. Они просто такие... Я не могу заботиться о тебе, о Майкле и следить за домом, потому что мне больно. Мне тоже нужна помощь, Тэмми. Ни капли сострадания! И от тебя тоже. Вдолби себе это в голову. Постоянно хочешь, чтобы с тобой носились, как с маленькой. Я не ребенок! Это ты ребенок! Это ты ребенок! Нет, ты посмотри на себя! Повзрослей уже. Сама повзрослей. Я взрослая, я счета оплачиваю. На самом деле, пусть Поря так хотя бы потратит калорий больше. Да, типа, куча энергии. Это же стресс. Да, это стресс, куча энергии. Ученые выяснили, что при просмотре хорроров у человека больше калорий тратится, потому что он переживает, ну и, соответственно, из-за этого... Я не знал. Прикольно. Да, да, да. То есть, когда на диете, Женек, будешь сидеть, смотри, просто ужастики. За что я тебя уважаю? За программу похудения. Все, верно. У меня, кстати, когда я буду продавать свои курсы по похудению, это когда-то будет обязательно. Второе правило, смотреть только ужастики. Давай так, примерно когда? Примерно через 80 лет. Тупица. Сама такая! Нет! А там тебе уже будет почти 110. Ни много, ни мало, курсы начнут продаваться и взлетят в высоту. Ты ведешь себя как двухлетняя. Пойми ты, Тэмми, ты просто не выживешь одна. Не, ну я до сотки планирую дожить легко. До сот... до столет? Конечно. Удачи мне. Я ничего не могу сделать, потому что ты на меня давишь! Я живу с ней по доброте душевной. А получаю вот такое отношение. Они обвиняют меня во всем и считают, что не совершают ошибок. Идеальные. Тэмми, тебя никто ни в чем не обвиняет. Тебе просто хотят помочь, а ты всю, скажем так, помощь эту сводишь на нет. Когда тебе говорят, пошли в зал, ты говоришь, нет, я не могу. Она на все говорит нет, можно даже не перечислять. Пытается, типа, вызвать жалость какую-то. Но, если вдруг шесть ступенек будет в Бургер Кинг за новым дойным вопером, Тэмми поднимется тогда. Ты должна просто для себя решить, что ты хочешь. Ты хочешь, ну, типа, оказаться в деревянном ящике в ближайшие два года, либо все-таки продолжить свою жизнь. Хотел сказать существование, но, типа, если она походит, все-таки жизнь. Это будет, потому что в данный момент действительно существование. В общем, ребята, спасибо большое за просмотр. С вами был, как всегда, я, приятный Эльдар и некоторый Евгений. Четвертая серия будет у него на канале. Я всех жду, переходите в описание на ТЛС и ко мне. Ничего себе ты энергичный стал в конце, супер. Видно было мотивация и заинтересованность в конце этого выпуска. Да, спасибо, мне нравится. Я видел. Ребята... Я просто представлял, как мы сейчас поедим в первый раз за день. Спасибо. Кстати, на часах 7.30 мы ни разу не ели еще. Пока, друзья, спасибо. А, ты же так не делаешь, да? Нет, тогда просто пока. Субтитры подогнал «Симон»